Дело это связано с Кубой прежде всего и взаимоотношением семейства Кеннеди и семьи Бакарди, которая контролировала Кубу. Судя по всему, когда Кеннеди шел на президентство, его отец дал обязательство семье Бакарди, что проблема с Кубой будет решена. То есть они вернутся туда, условно говоря. Кастро уберут там и так далее. Но потом произошел Карибский кризис и прочее. И был известный ужин с представителями вот этой кубинской диаспоры и Бакарди, где Кеннеди по-мальчишески сказал, что видимо Кубу потеряли навсегда. Конечно, политик такое не должен заявлять. Он должен сказать, что мы будем предпринимать усилия. Дело в том, что это две семьи, которые конкурировали на алкогольном рынке. И когда произошла история с Кастро, Бакарди потерял колоссальный источник средств. Потому что Куба была влоченной семьей Бакарди. Это было их место, где все было их. 9 миллионов человек, миллион проституток. Там колоссальные деньги. Когда Кеннеди пошел к власти, они дали как бы обязательство Бакарди, что уладят этот весь вопрос. Но они не уладили. Более того, произошел Карибский кризис. Бакарди обвинили Кеннеди в том, что они придумали этот Карибский кризис. Что Хрущев никогда бы так уверенно себя не повел хамски, поставив ракеты рядом с Америкой. Если бы Кеннеди не дал ему сигнал, что можно. Вот в чем было обвинение Бакарди. Что это ваша работа. Ну, Хрущев же не выглядел идиотом. Мы все время обвиняем в том, что он там волонтарист. Но не имея какой-то сигнал от американцев, да, вот так вот в наглую там завести ракеты, поддержать Кастро, ну, трудно себе представить. Даже сейчас американцы даже в мыслях не представляют в Чечню завести, скажем, ракеты американские или базу сделать где-нибудь в горах там, да. И самая главная ошибка Кеннеди, когда он сказал, люди, Куба потеряна надолго, на десятилетие. Люди сказали, как, а как же обязательства. И он сказал, на что мы будем воевать с русскими из-за Кубы? Вы что предлагаете? Ядерную войну? Он должен был сказать, буду стараться. Еще полгода. Переговоры с Хрущевым. Был вариант, русские получают Финляндию, отдают Кубу. То есть уходят от поддержки Кастро, за это закрывают глаза Америка на том, что мы забираем Финляндию. Такой вариант предлагался Хрущев. Но Кеннеди жестко сказал, нет. Тема Кубы нету. Все. Она закрыта. И получил пулю, да. Судя по всему, это вот и не только он, а люди, собравшиеся там, сказали, эта семья никогда не будет в Белом доме. И когда второй брат пошел, тоже получил пулю. И когда Тед Кеннеди тоже что-то объявил, тут же вспомнили ему утопленную секретаршу, которая с ним утонула вместе в машине. Ну, известная история. И сын Кеннеди, когда только сказал о том, что он хочет баллотироваться в мэра Нью-Йорка, загадочно упал на самолете. Сразу. Вот, сразу. То есть люди отслеживают это. И будут отслеживать, я думаю, еще лет сто. Чтобы люди с фамилией Кеннеди никогда, кроме как, допустим, в Сенаты и в Конгресс, дальше никуда не шли. Продолжение следует.